Путин подписал указ о том, если какая-нибудь организация, или, не дай бог, журналист, юридическое лицо, или физик, физическое лицо, приравняют что-то такое роль Германии к роли Советского Союза, или вспомнят о пакте, подписанном Молотовым и Эльбентропом, о дружбе, разумеется, о немопадении, в 1938 году, там сроки всякие административные, 15 суток, полмаресты, штрафы, вот только Путин подпишет этот свой указ, как появляется вот такой документ, откуда? Из архивов. Орать, что это фейк, невозможно, потому что те, кто будут кричать, что это фейк, не смогут доказать, что это фейк. Я предполагаю, что это никакой не фейк. Страшный для Путина документ. Вот последний его указ. Кто поставит рядом того, в тюрьму или наказать. Страшный для Путина документ. Что это такое? Поверить невозможно. Соглашение о сотрудничестве, взаимопомощи и совместной деятельности. Между кем и кем? Между НКВД, СССР и Гестапо. Москва, 11 ноября 1938 года. Народный комиссариат внутренних дел Союза СССР, далее по тексту НКВД, в лице начальника ГУГБ, комиссара госбезопасности первого ранга Лаврентия Берия с одной стороны, и главное управление, абсолютная сенсация, главное управление безопасности Германии в лице представителя начальника ГУГБ, группенфюрера ССР, Рихарда Гейдрига, штандартенфюрер ССР, Гейдрих Мюллер, подписали в Москве 11 ноября 1938 года соглашение, страшный совершенно документ о том, что НКВД и Гестапо, братья и подписи. Это тот самый Мюллер, которого Броневой играл в 17 мгновениях весны. Делаврентия Берия. Путин подписал указ, что приравнивать...